1 Давай, давай Результат, если честно, меня удивил Ух ты уже куда залез, а? Здравствуйте, сегодня мы проведем супер тест Обзор колясок Катарвилл 4ВД ГТС 4ВД с возможностью подъема по лестницам Против 4ВД с четырьмя ведущими приводами Проведем сегодня испытания на скорость, на проходимость, на мощность Устроим перетягивание канатов И по ходу, может быть, придумаем еще какие-то испытания Чтобы можно было объективно сравнить эти коляски И понять, какая же из этих машин подходит лучше каждому конкретному человеку Поехали! Итак, наше первое испытание Испытание по пухлому, рыхлому снегу Глубина снега до 10 см Под снегом у нас подмершая корка Но там, в общем, асфальт Поэтому буксовать сильно, по идее, не должны Сейчас посмотрим Погнали! Опа! Так, кажется, у нас претендент У нас пробуксовочку есть Ну, смотри, она четко-четко гребет Прям колесами выгребает Красная наша машина Сера вообще все равно То есть она очень уверенно себя чувствует Несмотря на меньший клиренс серой коляски В данных условиях она себя чувствует поувереннее Может быть, это из-за большей массы А может быть, это происходит просто из-за того, что она медленнее Соответственно, у нас красная Caterwil 4WD Просто быстрее гребет Соответственно, чуть больше проскальзывает Но кайфа, я смотрю, на красной сильно больше Потому что машина очень резвая И буксовать, крутить пятаки на ней явно приятнее Но, соответственно, серая у нас зато уверенно идет В общем, эта машина для тех, кто все успел Кому уже не нужно никуда торопиться Ну, сказать, что здесь какие-то проблемы есть Ну, нет, здесь проблем нет ни у одной, ни другой машины Поэтому уходим в более глубокий снег Ну что, ты готов? Звонить трактористам знакомым Пробуем более глубокий снег Какой высоты там сугроб, непонятно Это место вообще не чистилось в этом году И не в прошлом году никогда Ну, непонятно Значит, сейчас мы, скорее всего, сядем Какие ваши ставки? На середине На середине А я думаю, я проеду Хорошо, давай, пошел первый я с разгона Давай вместе Ну, давай Помчали Та-ра-та-ра-та-та О, что-то я быстро приехал Вообще Так, меня не задави Ну-ка, да, я по твоему следу пройду Ага Накопай себе сам, да Так, подожди Та-та-ра-та-ра-та-ра-тан Та-ра-та-ра-та-ра Да ты тут накатал Скользкого уже Это была подстава Это была подстава Ладно, сейчас А, ну там еще горка такая образовалась Мы сейчас боком попробуем Проскочить Ай, утаскивает Ну Нет Сейчас накопаю Вообще сяду Так, ну ладно Что, я, пожалуй Включаю супероружие Опускаю гусенички Хитер, конечно Ну, могу себе позволить Я, конечно, небесный тихоход Но У меня есть супероружие Ох, я нагребаю там перед собой Ох, нагребаю Та-ра-та-ра-тан Та-та-тан Та-ра-та-ра-тан Та-тан Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Так, кажется Ух ты уже куда залез, а? Так, а я тут нагреб перед собой Что ей тяжело стало Все это дело сгребать Я сейчас немножечко траекторию поменяю Так Чуть-чуть правее пройти попробую Я уже почти-почти-почти на выезде Почти на выезде Давай, немножко же осталось Можно, конечно, сдать назад еще Есть! Есть! Успешно пройдено Данное препятствие Так Ну что у нас там теперь Наша красная машина Покажет Есть! Да ладно! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Сейчас мы сиденье немножечко отрегулируем Есть! Красава! Молодец! Справились со всеми препятствиями С разной степенью тяжести, конечно Разными методами Так, ну что, устроим гонки? Запросто Подъезжаем к нашей гоночной трассе Тут подрезают всякие Ах ты жулик, ну давай Вот так тебе Так обычно на улицах и происходит Ничего себе он себе Дорогу протаранил просто А нам торопиться некуда Выстраиваемся в одну линию Фора, сколько тебе дать? Давай только без глупостей Три, два, один Давай, давай, давай Вот мы уверенно разогнались Просто не оставляет шансов Ушел в точку Ушел в точку Значит скорость Каттервилл GTS 4WD У нас до 8 км в час Скорость Каттервилл 4WD 12 км в час Конечно Юра тут еще успевает Пятаки покрутить Ну что, молодец Хорошо Ну что Признаю поражение в этом конкурсе А это значит, что мы сейчас Поедем на лестницу Будем преодолевать лестницу Поехали Поехали Ну у меня желтая Так, ну что Юр Какие твои предположения По поводу исхода Следующего конкурса Ну моих шансов ноль Это даже не обсуждается Поддерживаю Поддерживаю Ну давайте Наш первый конкурсант Юрий Валерьевич Пробует Атаковать лестницу Я на самом деле Лучше подстрахую его Потому что История эта небезопасная Машина у нас Не предназначена Уперся, да, куда-то Одна ступенька И все Одна ступенька Ну, считается Преодоление одной ступеньки Уже считается Почти, почти, почти смог Давай, давай, страхую Есть Так, давай еще Нет, уже все Да, я отъеду Так, ну что Результат, если честно Меня удивил Я не думал, что Получится хотя бы Две ступени Так Ну что Пробуем Повторить Юрин подвиг Опускаем Наши гусенички Терпеливо ждем Когда они опустятся Я бы уже На второй был Ты бы уже был на второй Но дальше второй Извините, конечно Технические характеристики Вашего аппарата Не позволят Том-Том-Том-Том-Том-Том-Том-Том-Том-Том-Том-Том-Том-Том Торопиться не будем Будем Медленно подниматься Вот, кстати говоря Так вот делать нельзя Как я Боком заезжать На ступени Надо, конечно, сначала Выравниваться ну что я вам могу сказать я выиграл да я выиграл потихонечку потихонечку не торопясь но я выиграл так а мы сейчас попробуем еще одну штуку сделать попробуем подняться вот по абсолютно заснеженным таким ступеням спуститься можно побыстрее пробуем забраться по абсолютно заснеженным ступеням интересно будет будет проскальзывать или нет здрасте здрасте и давно вы здесь может вам помочь подняться внизу постоите ну что я могу сказать абсолютно спокойно абсолютно спокойно не напрягаясь просто гребет и гребет но на самом деле зависит от раза к разу потому что снегом здесь наметено но льда на самих ступенях нет и это спасает вот если бы произошло так что на кромке ступеней образовался бы лед ну коляска скорее всего бы не поднялась конечно вот а так как есть ну и видимо его не так много потому что ну бывало что я поднимался по таким обледенелым ступеням по которым подняться не мог ну точнее я не поднимался потому что коляска просто начинала проскальзывать гусеницы проскальзывали вот из-за того что ну просто натуральный лед на кромке ну вот и просто гусеница соскальзывает с этой кромки на самом деле еще тоже имеет значение угол наклона самой лестнице здесь лесенка у нас уличная не крутая поэтому конечно мы ее без проблем преодолели так ну что давай перетягивание каната где наш трос поехали за тросом так что мы имеем имеем два двигателя по 350 ватт накатывал gts 4wd на серой машине и четыре двигателя по 250 ватт накатывал 4wd на красной машине но что-то мне подсказывает что главное здесь все-таки не лошадиная сила а что именно мы сейчас посмотрим но это только догадка результата я еще не знаю сам ну что поехали раз два три так ну-ка давай ты меня а теперь я включаю привод вообще без шансов о как он меня потянул ничего себе ты чё там turbo режим включил ничего себе что происходит то чем происходит юра юра ничего себе ты там еще 5 двигатель включил а это была моя шутка на самом деле просто назад сдавал здесь у который был 4wd абсолютно шансов нет ну просто по причине ее малого веса просто эта машина сильно меньше весит во первых во вторых ну юра поменьше есть чем я поэтому а то моя круто пятаки крутит с этим не поспоришь ну дай молодец мы уже сходили немножко погрелись потому что руки мерзнут на улице минус 8 градусов сейчас у нас будет соревнование по преодолению бордюров выстроили ему такую конструкцию высота бордюра здесь 10 сантиметров с ними пожалуйста высота бордюра здесь 10 сантиметров ну что давайте по очереди пропущу тебя вперед юрий валерьевич главное чтоб сейчас доска у нас не уехала так я чтобы не кувыркнуться сиденье максимально вперед опускаю и заскакиваем раз-два ну что спокойненько спокойненько так теперь спуск на спуске мы сиденья наоборот задираем наверх раз раз-два спокойненько так раз раз вообще даже не интересно пробуем бордюрчик повыше сейчас мы его тут замерим так здесь у нас 14 14 сантиметров высота бордюра я боюсь что сейчас у нас может доска отъезжать ну давайте пробовать подстрахую сзади юрку ну что 14 это уже много залез так ну я вот если честно не знаю даже как у меня это получится максимально опускаю сидушку подъедь немножечко поближе упри колесом доску мне кажется она сейчас может начать съезжать давай-давай-давай поближе вот так фух здесь честно страшновато опа опа ну вообще-то взял вообще-то взял хорошо взял да согласен с твоей помощью так давайте спуск так 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 откидываем сиденья откидываем сиденья так максимально откинули сидушечку и раз два готово 14 сантиметров пройдено раз два да что ж такое все и ни по чем так ну вот настроили мы тут целую башню уже получился такой достаточно высокий бордюр у нас замеряем шестнадцать с половиной сантиметров высота этого бордюра это очень страшно я вам точно могу сказать и я юру вперед пропущу пожалуй давай я буду сзади подстраховывать тихо тихо 16 с половиной сантиметров без без вариантов опускаем кресло полностью вперед опускаем кресло полностью сейчас подножки наверное будут задевать да будут подножки задевать поэтому чуть чуть выше подножек поднял так ну что то большие у меня сомнения конечно по поводу этого мероприятия ну пробуем это было не честно конечно это было фиаско это было фиаско это было фиаско так ага а мы сейчас немножко хитрее сделаем даже мы сейчас подножку поднимем вот так вот одну и вторую так и кресло опустим максимально вниз чтобы нам точно не перевернуться так нет все равно подножки не проходит еще выше поднимаем все подтянули подножки опустили кресло фух подготовились немножечко скорости набрали раз ну давайте еще раз попробуем и раз нет нет 16 с половиной это уже недосягаемая высота но зато что мы можем сделать что мы можем сделать но вы знаете что мы можем сделать если нам надо преодолеть такую высоту мы опустим наши гусенички и наверное поднимемся ну конечно мы поднимемся конечно же мы поднимемся так 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 ну что тут трудут трудут тут трудут тут трудут я кстати говоря вообще даже не чувствует там заехал не заехал то есть там настолько это просто дается вот поднялись а вот спустились вот ну это конечно не счетово мы решили что важно будет включить в этот конкурс такой параметр как цена здесь бесспорный лидер конечно же катервилл 4вд версия без гусениц конкретно цены на сегодняшний день называть не буду их можно посмотреть на сайте потому что цены всегда могут меняться но вот на сегодняшний день цена на без гусеничную версию на 40 процентов ниже чем на катервилл gts 4вд поэтому в этом конкурсе однозначно плюс одну очко уходит красные коляски катервилл 4вд версия без гусениц ну что подводим итоги наших соревнований первое соревнование у нас было по преодолению сугробов счет 1-1 колясочки ведут себя на равных второе испытание у нас это преодоление лестниц ну здесь бесспорная победа катервилл gts 4вд потому что эта машина создана для преодоления лестниц третье испытание у нас по скорости здесь конечно у нас бесспорный победитель юрий валерьевич на красной машине катервилл 4вд следующее испытание у нас перетягивание канатов и здесь конечно же победители gts 4вд несмотря на то что общая мощность двигателей суммарная составляет 700 ватт против 1000 ватт этой коляски все это благодаря тому что эта коляска просто тяжелее то есть она сама по себе весит 98 килограмм плюс 72 килограмма пассажира и соответственно 75 килограмм эта коляска и в юре сколько в тебе килограмм 60 килограмм в юре ну соответственно просто шины теряют зацеп при перетягивании поэтому серая машина конечно же здесь вытянула и преодоление препятствий 14 сантиметров обе машины взяли но относительно спокойно скажем так ну не сказать что прям легко они туда залетели ну заехали заехали на 14 сантиметров но это кажется уже предельным значением потому что 16 с половиной сантиметров это уже высота абсолютно не берущаяся ну просто уже там не хватает зацепа чтобы заскочить на такую высоту в итоге в итоге счет у нас 44 зато у меня больше драйва на ней пятаки крутить и намного круче на ней ехать да согласен но извините на лестницу вы не заедете и если надо будет вытянуть кого-то из болота на канате ну это уже значит будут звонить мне они тебе счет 44 победила дружба выбирайте дорогие пользователи будущие какая машина вам больше нравится что важнее какие у вас ценности исходите из этого выбирайте пишите обязательно в комментариях какие коляски вы хотели чтобы мы испытали еще мы попробуем эти коляски найти устроить тесты сравнить их технические характеристики издовые характеристики комфортные характеристики и так далее всем спасибо за просмотр пока